МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коммунальные объекты Саратова представляют опасность для подростков, несмотря на заграждения и предупреждающие знаки об открытых люках, разрытых траншеях и тепломангистралях. Туда регулярно попадают дети. Большинство случаев заканчиваются травмами, чтобы обезопасить подростков. Коммунальные службы проводят регулярные рейды по опасным объектам, проверяют, насколько закрыт к ним доступ. Кроме того, проводятся тематические классные часы в школах, где объясняют ученикам правила безопасности. Хватки падения детей в открытые коллапсы и траншеи служили поводом для проведения круглого стола «Безопасное лето», на котором представители правительства и ресурсоснабжающих организаций рассказали о том, почему несовершеннолетних привлекают коммунальные объекты и как обезопасить подростков от возможных ЧП. Если у человека есть желание распитать себя в качестве, я не знаю, каскадера, значит, забраться на циклотрассу и каким-то образом по ней пробежаться, там, попрыгать и прочее, прочее, ну, на каждый километр, на каждый метр циклотрасс, соответственно, не поставишь человеку, который без этого был. Это уже коррегатива. Если это дети, будем говорить, те, которые не достигли еще самостоятельного образа, там, мыши не допустим, да, и не понимают, что нельзя этого делать, то это должны делать родители. На заседании также обсудили и проблему краш чугунных люков. Наибольшую опасность авторопеколоса представляют в местах прогулок детей. Однако профильные службы уже нашли выход из ситуации и начали устанавливать пластиковые крышки, в первую очередь на территории парков, игровых площадок и на тротуарах. Благоустройство детской площадки обернулось бесконечными коммунальными авариями. В одном из домов на улице Огородная регулярно прорывает трубу, которая проходит непосредственно под зоной отдыха. Из-за этого самыми частыми гостями некогда благоустроенного двора стали коммунатщики. Почему до сих пор не удалось устранить проблему, выяснял Роман Струков. Перекопаны к нему, бодрязь и к нарезонной жужи. Результат работы по устранению течи в трубе, казалось бы, благородная миссия. Но способы устранения не плавают совсем негуманными. Еще с этого года еще передома 78-90 по улице Огородной задали с целью построить эту площадку для выстроить ее современной ухоженной клумбой. Проблема проявила себя, когда весь объем работы был уже практически выполнен. Все было бы хорошо, но здесь идет водоводная труба. Я готовлю ее показать. Вот она вот здесь, на протяжении параллельно этому дому. Находится где-то метр шестьдесят водоводной трубы, которая уже старая. Она и все-таки сейчас. Мы ее предупреждали всех, кто здесь строит, что надо бы ее заменить. Ну, почему-то они понадеялись на это русское оборудование. И надо же, когда все уже практически не решилось, что уже эти учительные открытия должно было быть, эта труба рвана. По словам чельцов, водоводную трубу прокладывали еще к пристроительству дома. То есть, 36 лет назад. На протяжении всего этого времени ее ни разу не меняли. Но в этом году порой же случается под несколько раз в неделю. С такой же периодичностью двор посещают и сотрудники водоканала, на балансе которого и находится труба. Именно они в разу, что о замене трубы и речь идти не может. Причи, вот этот фонтан, я думаю, грязные воды, дети все вблизи, мы опять лезут, потому что нравится здесь. Хорошо. Нет, водоканал, но не что, мы дети, мы будем надеяться, да я их все говорю. Вообще, элементарный труб, но надо стоять все 70 метров, и запроложить там. Жители дома пробовали решить проблему собственными силами, и начали писать письма от различной инстанции. Вы написали, у вас не пилы, речи. В водоканала вы написали. Обращаясь во всем спорту, я ответ с учреждением один, что водоканал в очень сложном материальном положении, поэтому нет возможности полностью переложить. Чтобы решить проблему, необходимо всего 74 метра трубы. Но даже их жители Магиратского района приходят добиваться с боем. Сейчас они намерены просить помощи у депутатов. Надеются, что народные избранники смогут повлиять на ситуацию и помогут водоканалу найти необходимую для замены трубы сумму. Роман Стриканов, Александр Печенко, Саратов-24. Дисциплинировать родителей и обезопасить детей. Госавтоинспекция города организовала профилактическую акцию под названием «Ребенок – главный пассажир». Сегодня на привокзальной площади инспекторы останавливали машины, в салонах которых находились дети. Остальное внимание уделяли безопасности их передвижения, а именно проверяли наличие специального детского кресла и застегнутого на ребенке ремня безопасности. Причина проведения таких рейдов весна серьезная. С начала 2015 года в Саратове произошло 7 дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров. Самому маленькому из них не было и года. С помощью удерживающего устройства этого можно было бы избежать. Однако такому ростому правилу безопасности следуют далеко не все родители. Ребенка, вот именно что, ребенок перевозил не каждый день, а место в салоне, оно неудобно для реальной жизни. Да, конечно, нужно, все равно это, как и в большинстве случаев, он сидит уже, как бы, и не прыгает там по салону, не туда, если, да, не секнешь или чувствую водители, перевозя своих детей, и не используют никакие удерживающие устройства, в результате малейшего столкновения дети подвержены наибольшей опасности получения водичных травм. Часто бывает, что приходится резко тормозить водителя, и находящиеся на заднем сидении, на переднем сидении ребенок, отрезка уторможения, не пристегнутой, которые в ремнями безопасности удерживают устройство на различных детских, получают травму путем того, что он бьется именно на голову, а на передней панели, а на другие предметы, находящиеся в машине. Хотелось бы обратиться ко всем родителям, меняющим транспортно-светла, соблюдать правила дорожного движения, используя детские удерживающие устройства, особенно, конечно, это касается тех родителей, которые собираются путешествовать на дальние расстояния. Предупредительное мероприятие спортового 15-го и продлится до 25-го июня. Его цель приводит в Россию в дорожно-транспортное происшествие с участием детей, что на данный момент весьма актуально, так как в летний период количество детских перевозок возрастает. На защиту их сердца. Теперь операции на сосудистой системе в Саратове могут проводиться на более высоком уровне. Современное оборудование завезли в профильный центр областной клинической больницы. Это стало возможным. Благодаря действию специальной программы по оказанию высокотехнологичной помощи. Все подробности смотрите далее. Проблема с сердечно-сосудистыми заболеваниями, смотря на его степень при успехе, в отличие по-прежнему актуальны. Выберяющее место среди причин смертности занимает патологией сердечно-сосудистой системы. В селе исследований 2008 года в России началась реализация программы по оказанию специализированной медицинской помощи больным с сосудистыми катастрофами, в том числе и высокотехнологичной справедливости помощи. Саратовская область программа прошла в конце 2011 года. Продолжение следует... ЗАГ и наступление подробностей лечения, обзывение сосудистой хирургии, обзывение нейрохирургии. Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в трех отделениях сосудистой хирургии, нейро- и рентемофирургии. В последнем году будет проводиться в бруле и ополюкеротер czyт-кваны к ильяциям от операции к планировым в таком инфекции, который находится в отношениях отделений в отделениях сосудистых хирургии, нейрохирургии, в кухонilanке кардиологических отделений. Экстремий прием на эти все пациенты вступающие Сосудистые и коронарные мозговые патологии, это может быть острый коронарный синдром. Блевая форма расстройства и строк коронарного кровообращения, инфаркции. Любые формы расстройства и мозгового кровообращения, инсульты, пенологические, химические. Операционная отделение оснащена современной ампиографической установкой последнего поколения. Она помогает хирургам проводить операции практически на лету в соседейских бассейнах. Независимо от того, это колодной мозг, коронарные артерии или мелкие сосуды конечностей. Установка позволяет врачам вводить в революционное контрастное вещество, в любой сосудистый бассейн. И не только получать изображение на мониторе, но и оперировать на сосудах. Когда вступка, да, с специальным инструментом, который позволит аспирировать алтолик. Тандатическую массу, если возникло острый зубборок, или такой муровый мозг, в открытии сосуды. Разлить баллоны и суженые участки, скажем, в сосуде поставить, тогда специально так на армию. Еще конструкция, которая называется с коронарной, с сольной артерией, лаоркой, любую перифилическую артерию. Подобный метод называется эндовоскулярным, но в средстве особенностей анатомии аневризма, не всем волнении можно выполнить подобное лечение. Тогда выполняется открытая операция. Эрехирург находит шерепу аневризмы и устанавливает на нее небольшую постоянную металлическую клипсу, исключая дальнейшее впадание крови в аневризму и вероятность ее разрыва. Такую операцию невозможно выполнить без помощи хирургического микроскопа. Хирург может работать как педалами, так и руками. Как видите, рабочая часть лекарства, она поворачивается в любой плоскости, может поворачиваться в любом углу, под любым углом. То есть можно независимо от того, как он положил, как он использовал, который в сольной столе построился, так чтобы было бы удобно видеть операционное поле. Также в хирургическом медицинской помощи жителям Саратова и Саратовской области оказывают определение сосудистой хирургии. В областной хирургической больнице заведующей отделением признаются, что современное оборудование заведенного в больнице оказывает серьезную помощь в лечении больных. В объединении кабинетов, в основном, диагнозе, что у того, кого я работаю, что не прочитывается круглосуточно, это предъявление установления диагноза. А если требуется точный диагноз, то мы используем, конечно, объединение пангелегиогенохирургии, где наши цены это обследуются, и после чего решается вопрос о операции. В сосудистой хирургии важнейшее направление в современном лечении окоменном листосиле состоит организм человека. И высокоперка может привести к нарушению жизненно важных процессов и директа и плитаемому исходу. Поэтому крайне важно в своевременном оборудовании заболевания. В сосудистом центре и властной хирургической больнице есть все необходимое не только для диагностики, но и для лечения патологии сосудистой системы человека. Водрост спорта не помеха. Это в очередной раз доказали представители старшего поколения. Пенсионеры из разных городов России приехали в Саратов, чтобы принять участие в спартакиаде. Сдача норм ГТО стала первым этапом масштабного спортивного фестиваля. Вторым испытанием стала комбинированная эстафета. Как удалось справиться с таким заданием, расскажет Екатерина Высила. Дают старт очередному этапу в среде спартакиады пенсионеров. Комбинированные эстафеты, спортивная ходьба, ледяные мяча и бег на короткую дистанцию. Великолеполный список задач поставленных перед участниками и спортсменами на строй не только на победу. Николай Шахов из Вологодской области практически всю жизнь занимается спортом, но бег на короткие дистанции, не его стихия. Признается, что к такому с дистанцией готов не был, где занимается в основном баскетболом, волейболом, а зимой бегает на лыжах. Но, несмотря на возможные трудности, за второй раз принимает участие в спартакиаде. Отличилась и Курская область. Еще на отборочных соревнованиях команда поразила организаторов в количестве желающих принять участие в спартакиаде. Свыше 6 тысяч пенсионеров связались в один из видов спорта, чтобы доказать высокой комиссии, что именно они достойны представлять область на всю российскую спартакиаде. Уже на соревнованиях видно, что судьи отобрали лучших и лучших. В основном, среди участников спартакиады, спортсмены-любители, те, для которых спорт – здоровая привычка. Победы на каждом этапе для них особая дорога, ведь каждый десятый участник соревнований преодолел возрастной рубеж в 70 лет. Дзина Мизюра, Мастер Каус, Александр Бачков, Саратов, 24. Море юмора и океан музыки. В Саратове при полном аншлаге прошел концерт Юрия Гальцина. Со стены звучали смешные и в то же время лиричные истории из жизни самого арсиста, а также все нелюбимые номера, которые уже стали классикой отечественного юмора. Добавлено, что Юрий Гальцов приехал на гастроли не один. Он познакомил зрителей с молодыми артистами театра «Эстрады», художественным руководителем которого он и является. На концерте для своих побывала и наша съемочная группа. Но на основе самое главное для сегодняшнего времени, когда и полный, то есть все, что не насчет на выступлении главных стадий. А когда в этой стадии, когда в России не было, мы вообще не будем ни когадей, ни когадей, ни когадей, ни когадей, ни когадей, ни когадей, ни когадей. Это что-то сегодня не мое. Невероятным можно назвать и сам концерт Юрия Гальцева. Он выступает в Саратове не один, а вместе со своими учениками. Кто-то назад, мои студенты театра Академии закончили приемом. И сегодня уже все 18 человек остались в нашем театре театра «Эстрады». Открылый спектакль на кабаре «Медведьскую» носит зрителей в начало прошлого столетия. Жизнь богемы в то время била ключом. Поступить учиться к Юрию Гальцеву не было ошибкой. Конкурс на место составляло 70 человек. Поэтому в театре остались лучшие из лучших. Профессионализм актуаров отмечают и зрителям. Гальцева все-таки такие римненькие, современные и веселые небыли. Что самое главное нравится и взрослым ученикам, и молодым юношам, и детям. Ну, Питер уже вообще рождает таланты. И здесь тоже ребята очень хорошо показали. Просто приятно было посмотреть их творчество. Каждого абитуриента Юрий отбирал для определенной роли в спектаклях. В дни конкурса проходили кандидаты, чей яркий талант позволял им мгновенно перевоплощаться в любую роль. Даже по строгим взглядам экзаменаторов. «Что-то я понимал, что-то не понимал, как эта страна была бы переделась. А на сегодняшний день это звезды, я считаю, фетр. А, понимаете, это парадокс. Я чуть-чуть делать не взял. А вот он взял, так, естественно, взял бы. А сейчас оказалось, то есть, понимаете, тут очень интересный момент. Появили себя с очень... Ну вот, надо привезти сюда спектакль и показать, чтобы быть ясно, что правило». В планах Гайцева показать саратовским зрителям полноценный спектакль с участием всех 25 артистов. «Я не знаю, я говорю, я не старался, и хорошо провести ваши спектакли. Он не только в ресторане, но и, конечно, покажем, а вот чтобы спектакли провести». Одну из стен эстрадных номеров занимает денежный вопрос, актуальный в наши дни. Молодой парень, в очередной раз покутив деньги, пытается решить проблему с помощью родственников. И встречает отчаянное сопротивление. А каждое выступление срывает овацию, но артисты решают преподвести зрителям сюрприз не только в виде своих номеров. Добрый вечер, дорогие зрители. Сегодня открытие 21-м концертного сезона. И мы хотели бы объявить Играин Чудрозович, в котором нам поможет наш замечательный всем любимый артист Юрий Гайцев. Зал с иронии, отнесся к розыгрышу, если на шале подумали, очередная шутка. Но вот первый зритель получает из рук Юрия Гайцева реальный приз. Второй – настоящие билеты на концерт Надежды Карышевой. Главной интрибой остается последний приз. Третья и самый главный приз – это телевизор. В ритме танца передает телевизор учителю из Саратова. В ответ получают приглашение и заглянусь в гости. И на этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи в эфире. А в ритме танца передает телевизор. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok